Безответное перемирие. Режим тишины на Донбассе по-прежнему соблюдают только украинские военные. Противник сегодня дважды открывал огонь возле Павлополя и Новгородского. А недавно от Горловки в Горловке армейцы взяли в плен боевика. Что от него узнали, расскажет Игорь Левенок. Я вышел на него, ну и на его команду там все, стей, кидаешь в брови, все. Николаю 24. Старший сержант во время боя лично взял в плен вооруженного боевика. Армейцы говорят, в тот день вблизи Зайцева оккупанты били по нашим позициям из стрелкового оружия. Под прикрытием огня несколько боевиков пошли в атаку. А это и есть тот самый боевик в старой российской форме и кирзовых сапогах. 47-летний Игорь Солоид из Горловки воюет с 15-го года, жалуется. Жизнь в псевдореспублике не сахар. После задержания Солоида боевики начали лживую кампанию. Дескать, украинцы его накачали психотропами. Поэтому он такое говорит. Пленный рассказал, приказы открывать огонь во время перемирия отдают россияне. Приказы все получают от советников российских. С сегодняшнего дня, например, в 12 дня можно уже ввести огонь. И приказы своих хозяев наемники выполняют неукоснительно. Время от времени со стороны боевиков в Зайцеве гремели выстрелы. Пермирия у нас. Боевику грозит статья за терроризм и 15 лет за решеткой. Если не есть оправдание и прощение, прошу прощения. Военных, которые взяли боевика, отметят государственными наградами. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Анатолий Воробей из Донецкой области.